На улице освещенность будет просто в десятки раз выше, у теневыносливых растений листья всегда темнее. Это вот такая лиана, эпипремнум. Если вы видите такой легкий серебристый налет на листьях, он характерен для растений теневыносливых. Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своем канале «Зеленый дом». Я Екатерина Кузнецова, я биолог и рассказываю о комнатных растениях. Тема нашего сегодняшнего выпуска – это теневыносливые растения. Одна из самых актуальных тем для большинства жителей мегаполисов, для жителей квартир, которых так мало света. Давайте поговорим сегодня о том, что же выбрать, чтобы растение чувствовало себя хорошо в вашей квартире. Начать этот выпуск я хочу с того, что практически любое растение, оказавшееся в нашей квартире, попадает в темноту. Я даже написала книгу о комнатных цветах, она называется «Растущие в темноте», потому что из-за того, что у нас такие маленькие окна и такие глубокие комнаты, из-за того, что наши окна чаще всего затеняют рядом стоящие дома или растущие рядом деревья, из-за того, что далеко не каждой квартире повезет обладать южными окнами с большими площадями, растения, когда оказываются в наших домах, оказываются в темноте. В своем выпуске о фитоосвещении я рассказывала вам о приложении «Люкс», которое позволяет измерить освещенность. Вы можете сравнить, даже в пасмурный зимний день на улице освещенность будет просто в десятки раз выше, чем в такой же день на самом светлом, на ваш взгляд, окне. У нас сейчас еще и стеклопакеты обладают несколькими стеклами, чаще всего даже не двумя, иногда тремя, иногда четырьмя, в зависимости от нормазности региона. И каждое стекло отражает солнечный свет, забирает интенсивность освещения у растений. И даже до самого светлого подоконника доходит далеко не все. Что уж говорить о глубине комнаты, ведь так хочется озеленять не только подоконник, но и комнату целиком. Поэтому сегодня я и подготовила этот выпуск. Сегодня я расскажу, как отличить теневыносливые растения, к каким присмотреться, если вы хотите именно озеленить глубину комнаты, а не только подоконники, на что обратить внимание и как понять, что растению хватает света. Итак, самый первый признак теневыносливых растений – это цвет листа. У теневыносливых растений листья всегда темнее, чем у светолюбивых. Они плотнее и, соответственно, без рисунка. То есть, если вы видите растение с однотонным зеленым листом, особенно если этот лист еще такой плотненький, а не мягкий, то, скорее всего, это растение приспособится к жизни в тени. Это, например, каучуконосные фикусы, фикус эластика. Причем, чем темнее окраска листа, тем, соответственно, легче этот фикус перенесет у вас затенение. У меня это фикус абиджан. У него лист почти черный, и он может расти в небольшом удалении даже от восточных окон. Еще один признак растений, которые выносят тень – это нижняя фиолетовая или бордовая изнанка. Листья этих растений, конкретно это у меня – строманта. Она живет в подстилке тропического леса, куда солнечные лучи практически не добираются. И она устроена так, что она пропускает световой поток через свой лист, отражает его обратной стороной и пропускает еще раз. То есть получается, что каждый солнечный фотон эти растения используют дважды, получая дважды из него энергию. Это, на самом деле, такое удивительное свойство, которое позволяет им выживать даже в активном затенении. Присмотритесь к таким растениям. Опять же, та же строманта, она бывает такой вот зеленой, а бывает пестрый, например, строманта триколор. И чем пестрее лист, тем больше света нужно этому растению. То же самое относится к такому популярному растению в комнатном озеленении, как сенсивьерия или щучий хвост. Это растения с плотными суккулентного типа листьями, они прямостоящие. И растения это, на самом деле, относится к самым неприхотливым для комнатного озеленения, и в том числе к самым теневыносливым. Однако, если вы выбираете сенсивьерию зеленого цвета, то она перенесет большую тень, чем сенсивьерия с пестрым листом. Если вы помещаете пеструю сенсивьерию в темное место, вдали от окон, то она будет продолжать свой рост и сохранить свою жизнь. Но листья перестанут быть такими декоративными, то есть у них все меньше и меньше будет белого цвета и все больше зеленого. Вот видно, что новый листик у нее с меньшим количеством желтого цвета, а вот молодой, самый-самый молоденький листочек и вовсе практически зеленый. Потому что сейчас у меня эти растения находятся прямо в конкретном удалении от окон и нужны мне для того, чтобы зонировать мою ванную комнату. И там окна все далеко, метра три до ближайшего окна. И тем не менее, они чувствуют себя хорошо и продолжают рост. Еще одно популярное теневыносливое растение для дома это антуриум или мужское счастье. Также мы видим зеленый плотный лист, который является признаком теневыносливого растения. У меня здесь обычный антуриум и антуриум клоринервум. Видно тоже, что у клоринервума листья даже темнее и плотнее, чем у обычного антуриума. А цветение более невзрачное. Вот для того, чтобы получать пышное цветение антуриумов, нужен свет. Хотя бы рассеянный, хотя бы там восточное, западное окошко неподалеку. Если же вам антуриум нужен именно для зелени, например, клоринервумы выращивают именно на зелень, потому что у них очень декоративный лист. Тогда эти растения вполне можно размещать в большем затенении. Они это перенесут. Еще одно растение, которое отличается удивительной теневыносливостью, это вот такая лиана эпипремнум. Или иногда ее называют циндапсусом, хотя это не совсем верно. Или иногда ее называют потус, голден потус. Все это эпипремнум золотистый. Одна из самых теневыносливых и неприхотливых лиан. То есть она может как раз у вас заполнять пространство в глубине дома, вдали от окон. Вы можете направлять лианы по потолку к окнам из дальнего темного угла. И ее все будет устраивать. Единственное, если у вас в помещении темно и лиана расположена далеко от окон, то вот эти промежутки между узлями, между листьями будут увеличиваться. То есть лиана будет тянуться и будет выглядеть более такой вытянутой. Если же света будет достаточно, то и междоузлия будут короче, и листья крупнее, и рисунок будет более пестрым. Но тем не менее, своей декоративности лиана при этом не теряет и своей продуктивности. Она достаточно быстро растет и может затягивать огромные пространства своей пышной зеленью. При этом является на самом деле довольно полезным растением. Она очищает воздух от вредных примесей, она увлажняет воздух, забирает на себя излишки пыли. Просто водите ее периодически в душ и в вашем доме будет дышаться приятнее. Еще одно растение, подходящее для помещений со скудным освещением, это маранта. Многие говорят, что это светолюбивое растение, потому что ей по-хорошему в жизни нужен яркий рассеянный свет без прямых солнечных лучей. Но тем не менее, маранта, как истроманта, это растение подлеска тропического леса. То есть оно в природе очень теневыносливо. Оно также точно, как истроманта, умеет своей фиолетовой обложкой усваивать фотоны света дважды. При этом, чем ярче окраска у маранта, тем больше для ее проявления нужно света. То есть если вы видите, например, маранту триколор с красно-зеленым рисунком, или маранту лимон лайм, у которой рисунок ярко-желтоватый-зеленый, то таким растением для того, чтобы проявлять максимальную декоративность окраски, нужно света больше. Если же мы говорим о маранте сильверблум, у нее вот такой вот приглушенный серебристый цвет листа и тоже такая же фиолетовая обложка листа, как и у ее яркой пестрой подруги, то это растение более теневыносливое. Вообще, если вы видите такой легкий серебристый налет на листьях, он характерен для растений теневыносливых. Такой же серебристый налет характерен для многих папоротников, например, флебодиумы. Они также точно теневыносливые, как и маранта сильверблум. Еще одно популярное растение для коммерческого озеленения, а это обычное озеленение пространств без достаточного количества света, это аглоанема. Здесь важно помнить, что аглоанемы бывают очень разными. И для озеленения пространств без большого количества света подходят зеленые сорта. Например, аглоанема сильвербей или Мария Кристина. У них зеленый лист, на нем тоже есть орнамент, чаще всего как раз серебристый, как я уже сказала только что на примере маранта. И такие аглоанемы отлично себя чувствуют, шикарно развиваются. В помещениях даже полностью с искусственным светом, вроде глубины кафе или чего-нибудь еще. То есть, если вы заводите такое растение, просто не выключаете в комнате свет, обычный нефитосветильник, и она уже адаптируется к росту. Конечно, опять же, она будет более вытянутой, менее активный рост будет проявлять. У нее будет меньше площадь листья, но тем не менее, выглядеть она будет роскошно. Совершенно другое дело, это аглоанемы с розовым листом или с пестрым белым листом. Такие растения и капризнее, намного капризнее в уходе. И, конечно, не выносят вообще никакого затенения, то есть им нужен всегда яркий свет. Не прямые солнечные лучи, а именно яркий рассеянный свет или досветка фитолампами. Без них это растение у вас просто погибнет. Еще одно популярное растение для озеленения, это, конечно, хлорофитум. Я не устаю всех агитировать к тому, чтобы в своем доме хлорофитумы заводить. Во-первых, это одно из самых полезных растений, которые только можно найти. Оно полностью безопасно, его можно даже есть. Если его съедят, то не отравятся ваши домашние питомцы. Если его погрызут, не отравятся ваши дети. То есть, оно максимально безопасно. Не жжется, не колется, оно мягкое. И при этом оно растет в таких условиях, в которых, казалось бы, вырастить невозможно вообще ничто. Хлорофитум очень быстро растущий. Главное, своевременно увеличивать ему горшок и не заливать. Но это актуально практически для всех растений. То есть, полив умеренный, горшок своевременно увеличиваем, регулярно кормим. И ваш хлорофитум будет радовать вас пышностью в любом помещении, в каком только вы его не поставите. Естественно, чем пестрее лист, тем больше ему нужно света. Но, тем не менее, даже пестролистные хлорофитумы, у меня, например, это хлорофитум оушен, хорошо себя чувствуют в затенении. Если же вы выберете хлорофитум с зеленым листом, то его можно ставить вообще там, где окнами только пахнет. И точно так же на полностью искусственном свете он также может радовать вас и процветать. Регулярно кормите для того, чтобы был активный рост. И не заливайте. Вот и все секреты по уходу. Если вам хочется, чтобы теневыносливое растение еще и цвело, тогда присмотритесь к синполиям. Сейчас огромное количество всяких разных разновидностей комнатных фиалок. При этом также посмотрите, у них фиолетовая обложка листика. Это значит, что они теневыносливые. И, конечно, они цветут. Для того, чтобы уход за фиалкой не доставлял много хлопот, я всегда рекомендую вам полив поддон. Потому что у фиалок очень легко сгнивают листики, очень легко сгнивает розетка, если в нее попадает вода, если там организуется какой-то застой воды. Поэтому полив через блюдечко, через поддон вас спасет. Их можно смело располагать в затененных местах, на северных окнах. И они вас будут радовать таким вот трогательным цветением. Или намного менее трогательным, если вы выбираете сорта с крупным, пышным, махровым цветком. Но я люблю такие нежненькие. Еще очень важная вещь, которую я хочу добавить, против невыносливые растения. Что на самом деле растение очень большой запас прочности. И вы всегда можете постепенно адаптировать растение к условиям, которым вам нужно. Вообще говоря, это растение для нас, а не мы для растений. Просто постепенно снижайте освещенность и наблюдайте очень внимательно за вашим цветком, как он себя чувствует. Если через какое-то время он продолжает свой рост, значит он адаптировался. И вы можете его переместить еще в более затененное место. Вы заметите, если растение стало плохо, и тогда его нужно будет вернуть обратно. Просто пробуйте, экспериментируйте. И я уверена, что у вас получится озеленить даже самые, казалось бы, неподходящие для растений места в вашем доме. Я очень рекомендую присмотреться к невыносливым растениям, чтобы выбрать что-то свое для озеленения дома. Не забывайте учитывать потребности растений в свете для того, чтобы они чувствовали себя комфортно в вашем доме. Если вы видите, что растение прекратило свой рост, начало бледнеть, если вы видите, что вот эти междоузли у растения вытягиваются слишком сильно, а листья мельчают, возможно, света ему недостаточно, и нужно переставить его туда, где света побольше. Еще один способ озеленить совсем уж темное пространство в вашем доме – это ротация. Возьмите себя на заметку, если никогда о таком не слышали. Заведите два одинаковых растения и каждые две недели просто меняйте их местами. Пока одно в отпуске прохлаждается солнечным светом на подоконнике, второе может украшать затененное место в вашем доме. Потом по звонку будильничка вы просто меняете их местами, и растения, соответственно, добирают, чего ему не хватало за время работы в темном месте. Такая ротация позволяет озеленить даже самые темные уголки, где солнечного света вообще никогда не бывает. У растений очень большой запас прочности, и такой регулярной ротации им будет достаточно, чтобы жить свою счастливую жизнь. Ну и обязательно, конечно, озеленяйте свои дома. Это очень большое счастье круглый год наблюдать зелень листьев. Подбирайте растения, которые подходят вам по характеру, которые вас радуют, которым подходят условия в вашем доме. Есть растения засухоустойчивые и влаголюбивые, есть растения солнцелюбивые и теневыносливые. Для каждого найдется свой. Но, а я приглашаю вас подписаться на свой канал, чтобы узнавать больше о комнатных цветах. С вами была Екатерина Кузнецова и канал Зеленый дом. С вами была Екатерина Кузнецова и канал Зеленый дом.